Повышенное внимание сегодня приковано к Сочи. Там в эти минуты проходят переговоры главных дипломатов России и США. Джон Керри прибыл в Россию впервые за два года. Как ранее заявляли в нашем МИДе, тем для обсуждения много. Это российско-американские отношения, в том числе и проблемные моменты, и международная проблематика. Ну и сегодня уже после того, как госсекретарь США побеседует с Сергеем Лавровым, его примет Владимир Путин. Сочи сейчас на прямой связи со студией. Там работает наш корреспондент Наталья Юрьева. Наталья, какие есть подробности? Добрый день. Мы находимся в резиденции российского президента Бачаров-Ручей, где в ближайшее время Владимир Путин примет госсекретаря США. Джон Керри в Сочи приехал сегодня утром и прямиком из аэропорта он поехал к завокзальному мемориалу. Это памятник жителям Сочи, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Там захоронено более двух тысяч воинов Красной Армии. И туда же, на белоснежном ретро-автомобиле «Победа», кстати, разработка которого началась во время войны, приехал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Главы внешнеполитических ведомств приняли участие в церемонии возложения венков в память о погибших в Великой Отечественной. Сразу же после церемонии Лавров и Керри провели двустороннюю встречу. Она прошла в сочинской гостинице «Родина» за закрытыми дверями. Журналистов пустили в зал буквально на несколько минут на так называемую протокольную съемку. Никаких комментариев для прессы пока не было. Все российские и американские дипломаты из делегаций обменялись рукопожатиями. Журналистов попросили удалиться. Как анонсировал ранее наш МИД на повестке дня, вопросы защиты прав российских сирот, усыновленных гражданами США, «Проблема методов американских спецслужб, которые незаконно задерживают наших сограждан на территории третьих стран». Но одной из центральных тем, что понятно, станет украинский кризис. И вот уже по результатам этой встречи Владимир Путин примет Джона Керри. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, обсуждаться будут двусторонние отношения, а также, цитата, «все горячие точки». Мы продолжаем следить за развитием событий. Валерия. Да, Наталья Юрьева о российско-американских переговорах в Сочи. Ну и еще кадры из Сочи. Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонной промышленности. В частности, речь шла о приоритетах военного строительства и выполнении гособоронзаказа. В обсуждении приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, его заместителем начальник генштаба. Президент заметил, что поставки вооружения и техники для российской армии идут четко по плану. Но нужно учитывать и новые экономические реалии. А именно, подчеркнул Путин, необходимо сосредоточиться на импортозамещении, но при этом сохранить темпы перевооружения и качество продукции на высоком уровне. Надлежащее выполнение данных мною поручения Министерства обороны, профильными ведомствами и организациями ОПК привело к наращиванию темпов перевооружения армии и флота. И сейчас приоритетная задача – сохранить эти темпы. Важная задача – это планомерная реализация программы импортозамещения, в том числе и с украинских предприятий, из некоторых стран НАТО, из стран Евросоюза. Во всяком случае, с теми, кто по каким-то соображениям, по главному взаимополитическому характеру, по своей инициативе сворачивает с нами работу в этой отрасли. Себе вовред, кстати говоря. Ну, так мы повысим уровень своих собственных предприятий, повысим уровень их независимости от поставщиков. В конечном итоге, в той области, о которой мы говорим, эта задача импортозамещения правильная. Даже и хорошо, что мы своевременно ее перед собой поставили и начали осуществлять. Но еще перед тем, как перейти к повестке совещания, Владимир Пусин поблагодарил за хорошую работу всех, кто готовил торжества в честь Дня Победы и принимал участие в параде 9 мая, в том числе и главу Минобороны.